Здравствуйте, дорогие телезрители и мои подписчики на канале YouTube Голова Садова. Сегодняшняя тема, она называется работа над растениями. Что сейчас надо сделать вот с этими маленькими сеянцами, которые взошли, но взошли как-то особенно, скажем так. У меня на столе здесь несколько контейнеров с маленькими горшками, с плошками, мисками, с парниками, и в каждом из них посеяна отдельная культура. И вы увидите, я это покажу, что элита посеянная отдельно каждая в маленький горшок. Ну, им больший, в общем-то, объем пока и не нужен. Из пяти взошло три, из пяти два, из пяти четыре, но пять нигде не взошло. Там, где была элита из двадцати семечек, взошло всего девять, то есть даже меньше половины. Значит, вот кто порадовал, вот всегда радость, вот всегда. Это перец Каенский. Вот сколько посеяли, вот столько и взошло. Спасибо ему большое и низкий ему поклон. Обратите внимание на эту плошку, где посеян перец Каенский. Да, он прям хорошенький, но вот есть тут одно но, про которое вы знаете, но делаете почему-то совершенно неправильно. Вы зачем размачиваете вот эти вот нераскрывшиеся, то есть не сброшенная шапочка, да, это оболочка семени, и вы пытаетесь размочить для того, чтобы ее снять аккуратно и дать ему возможность расти дальше. Аккуратно вы ее не снимете, вы обязательно оторвете часть листа, поэтому делаем вот так. Берем вот так внизу и удаляем. Из этого растения ничего хорошего не вырастет. Пожалуйста, не тряситесь над ними. Просто смелой рукой удалите все, что вызывает у вас сомнения. Видите, семидольки открыться не могут. Это не жизнеспособное растение. Выбрасываем все это. Вот здесь один перчик. Он, конечно, раскрыл семидоли, но как раз вот эта шапочка осталась у него на листике. Я ему дам возможность. Если он ее сам сбросит, то тогда он останется. Если не сбросит, он тоже пойдет на выход. Вот еще один такой. Видите? Он крепенький, хорошенький, да, но он просто инвалид. Я их так называю. Значит, и этот мне тоже не нравится. Я его тоже удалю. Вот смотрите, покажу вам. Видите? На одном из листиков кое-как он сбросил эту оболочку семени. Но на одном листе, на семидоле, это не лист, она все-таки осталась. Теперь обратите внимание, значит, на элиту. Это вот в маленьких горшках. Вот сюда посмотрите. Элита. Да, Господи ты, Боже мой, из пяти семечек, из пяти один нормальный. Этот вырвать, этот вырвать, он кривой и горбатый. Этот не может сбросить пока еще шапочку. Если не сбросит, тоже вырвать. Из четырех взошедших останется всего один. И здесь таких красавцев. Посмотрите, такой, такой и этот такой. И он никогда ее не сбросит. А теперь обратите внимание вот на этот контейнер. Здесь посеяны перцы, которые я собрала из перцев, купленных на рынке. У меня вот такие есть штуки, очень удобные. Значит, и я здесь написала перец кубовидный, красный. Посеяна 15.01. 15.01. Сейчас мы посмотрим, что это было. Интересно мне прямо поглядеть. 15.01. Это был козирог. Всходы хорошие, дружные. Но знаете, зачем я это сделала? Здесь тоже много очень проблем. Посмотрите, кривой и горбатый убрать. Шапочку поднял, пока не сбросил. Здесь вообще, это желтый с этой стороны. Здесь красный, здесь желтый. Они огромные, они красивые. То, что в маркетах продается. Но я посеяла их не для того, чтобы пощекотать вам нервы. Нет. Я прочитала статью, в которой написано, что определить ГМО можно только, ну, как бы нам, простым, да, огородникам. Только в одном случае, если вы собираете семена, вот с этого плода, который вы думаете, что это ГМОшный, сеете их. И вот если они не дадут плодов, а еще они могут так воздействовать на растения своей ужасной пыльцой, что и растения вокруг тоже не будут плодоносить, значит, это было ГМО. И я его наелась. Представляете себе? Но я это сделаю. Я посажу их в какой-нибудь дальний край на участке, но я очень хочу посмотреть, так ли это. Ну, это что касается вот таких, значит, перцев. Очень жаль, потому что, очень жаль, что шапочки не сброшены. Они очень крепкие, они такие толстенькие, то есть, очень растения, которые жизнеспособные. Не такие дохлые, как Каенский. На одной ножке дохлые стоят, эти совсем другие. Но вот почему они такие толстые? Земля одинаковая, все одинаковое, лампа одна и та же. Может, потому что ГМОшные? Меня тоже страх берет, как и всех вас. Поэтому я стараюсь, конечно, выбирать те растения, которые, ну, хоть как-то, да, соответствуют тому, чтобы мы не умерли раньше времени. Значит, вот эта вся красота стоит под лампами на полках на окне. Включать лампы, еще раз повторяю, лампы включать обязательно. Ну, желательно бы с 6 часов утра до 10 утра, потом мы выключаем лампы. С 6 часов вечера до 9 хотя бы вечера, потом выключаем. Ночью лампы должны быть выключенными. Почему лампы так необходимы сейчас? То, что мы рано сеем, понятно. Почему мы это делаем? Наша Сибирь 40, в этом году 54 была на даче градуса. Мама дорогая называется. Почему рано понятно? Почему лампы вам непонятно, да? Зачем так рано сеять? Вот придет весна, там все, солнышко. Да и весной тоже нужно подсвечивание. А зачем? А затем, что семидольки, как только откроются. Вот здесь между семидольями есть точка роста. И если освещение хорошее, тогда вот здесь закладываются плодовые почки. А если освещение плохое, тогда здесь закладываются кто? Правильно, листовые почки. Чуете разницу? Поэтому лампы, бумага, фольга, обычные настольные лампы с обычной лампочкой, хоть что-нибудь, пожалуйста, давайте. Эти перцы, даже каенские, все имеют рост достаточно высокий. Они выше метр двадцать. Поэтому и посев такой ранний. Если вы сеете перцы, господи, подарок Молдовы, там, Винни-Пухи, да, пожалуйста, сейте вы в своем марте. Ну, никто ж не против. Только не надо писать для всех остальных подписчиков и, ну, то, что, ой, это все рано. Господи, а если перец метр шестьдесят высотой, и у него такие кубовидные перцы, вы такие не садите? Ну, и не пишите мне ничего. Договорились? Все сеется вовремя, как положено. Значит, выдергивайте все, что я сказала. Значит, поливать нужно только через поддончики. Желательно это делать именно так. Наливаю сюда воды. Вон там отверстие есть. Видите, да? Все, что я припудрила и посыпала, дало хороший результат. И черные ножки нет ни в одном горшке, ни в одном контейнере. Заметьте, ни одно растение не упало. Значит, что фитоспорин работает, а зола, на которую мы положили семена, тоже работает. Вот так вот. Я вам еще один секрет открою, но это будет в следующей программе, когда мы будем говорить о цирконе. Но на этом я закончу. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова